Клуб «Богатырь на сортировке» существует с 2013 года. Ранее помещение арендовала некоммерческая организация. Однако за время работы социально ориентированный центр накопил долги за коммуналку. Руководители регулярно просили помощи у чиновников и депутатов. В прошлом году помещение передали в оперативное управление молодежному центру. Когда он был и работал, то работал, то не работал. Жители жаловались на это очень много. Все рады, что открылось что-то на сортировке. Ну да, в плане, что говорю спортивно, потому что светофора нету, этого нету. Хотя бы хоть, чтобы молодежь не бегала по дворам. На ремонт из городского бюджета выделили 3 миллиона рублей. Сделали перепланировку, расширили тренировочное пространство. Теперь здесь есть раздевалка, работающий санузел и душевая. Заменили электрику, установили систему видеонаблюдения, пожаротушения. Сделали косметический ремонт. Это наше бюджетное учреждение. Конечно, давно мы с жителями сортировки говорили о том, что хотелось им такую мечту воплотить. Сейчас мы ее воплотили. Пока, конечно, мы не объявляли об открытии, поэтому записано всего 10 человек. Но я уверен, что здесь полноценное помещение будет всегда занято. Занятия будут бесплатными. Первые посетители – местные школьники. Мне понравилось. Буду ходить еще по выходным или в свободное время. Мне нравится ходить. Я хожу для поддержки формы и так для подкачаться, так скажем. Чтобы закупить необходимую мебель и тренировочное оборудование, в этом году из бюджета выделили еще около 500 тысяч рублей. В клубе более 10 тренажеров. В основном для силовых и кардиотренировок. На все группы мышц представлен также широкий гантельный ряд. Различные веса. Пока здесь занимаются только школьники. Но вскоре посещать клуб смогут и взрослые. В ближайшее время он начнет работать ежедневно с утра до вечера. Для людей старшего возраста выделили время, чтобы мы могли сюда приходить и заниматься отдельно от молодежи. Шаговая доступность плюс то, что это бесплатно, доступно для всех. Мы довольны. Расходы на содержание помещения. Именно с этим у прежнего богатыря. Постоянно возникали проблемы. В городском бюджете уже предусмотрены. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Продолжение следует...